На окраине поселка Первомайский Кузовацкого района стоит несколько домов, построенных в начале 90-х годов. Всех их отличает кладка из силикатных кирпича и трещины в этой самой кладке. Особенно выделяется на их фоне дом, в котором живет 67-летняя Валентина Бараковская. Здесь трещины, появившиеся несколько лет назад, пытался заделать монтажной пеной ее ныне покойный муж. Но это не спасло. Трещины продолжают расползаться. Казалось бы, если это частный дом, то и вопрос с ремонтом должен быть вопросом хозяйки. Но дело в том, что дом этот муниципальный, а Валентина Бараковская живет в нем по договору социального найма. В этом доме давно вы живете? С 19-го года. А у вас такое плачевное состояние давно уже? Ну годика три, ну четыре уже почти. Но не так было. А сейчас уже перемычка вон еле-еле держится. Пытаясь добиться правды, Валентина Леонтьевна обращалась и в сельское поселение, и в район. К ней даже приезжала комиссия и составляла акт, в котором четко описаны все дефекты дома. После составления акта она рассчитывала на то, что ей сделают нормальный ремонт. Но вместо этого ей пришел ответ из районной администрации, что капремонт дому не нужен, а текущий она должна выполнять сама. Капитальный ремонт нет, вы хозяйка дома, ну дураку ясно, что в самой квартире надо делать ремонт. А у меня вон фасадная сторона. Я так и боюсь, что меня придавят этими кирпичами. Я удава, минимальная пенсия, хотя в Москве работала у Глазникова Федорова. Так что мне самой это не по силу. Фундамент садится, вон в акте все написано. Не знаю, если меры ничего не примут. Глава администрации смеется. Вон в клубе собрание было. Не могу я заткнуть дырку. Ну вот, вызвала корреспондентов. Ну еще почитаем. Сам смеется. Ну что, я не знаю больше, что делать. Приснить ситуацию мы попытались в администрации спешнинского сельского поселения. Там нас заверили, что они в курсе происходящего. И что полное разрушение дому не грозит. Дом шитовой. Из шиток деревянных конструкций, внутри минвата. Обложены сначала фундаменты, естественно, бутобетонные. Шитовой домик, каркасный. И обложены пол кирпича силикатным кирпичом. Несущие конструкции все лежат на этом. На шитах. Вся основная здание – это шитовой домик. Каркас и крыша – все на шитовых панелях. То, что трещины появились, это осадка, может быть, части фундамента где-то появилась. А остальное, то, что там угроза обрушения кровли, крыши, такое не происходит, потому что вся нагрузка лежит на этих шитах. Никак не может это влиять на то, что там дом разрушится. Никогда. Хотя, честно говоря, заглянув внутрь дома Валентины Леонтьевой, мы усомнились в словах главы поселения. Жилье сегодня передано 9 апреля 2015 года на уровне района. Как на уровне спешного поселения, он на балансе у нас в реестре муниципальной собственности не стоит. Все стоит на балансе комитета по имуществу Кузовцевского района. На балансе у меня в реестре нет, почему какие-то я должен искать средства бюджета и ремонтировать дома. На днях Валентина Бараковская снова собирается ехать искать правду. На сей раз на личный прием главе администрации Кузовцевского района Александру Вильчику. Надеемся, что Александр Наумович примет адекватное решение и не отошлет 67-летнюю пенсионерку таскать цемент и замазывать щели в муниципальном доме. Игорь Улитин, Руслан Баталов. Новости дня. Ульяновская правда.